Пусть подчиняется большинству. Вот, Ханага, ты записан, разговор кончен. Нет, председатель, почему ты меня не волишь? Я тебе ответа не давал. Послушай, Ханага, наши дыхани тебя уважают. Чего же ты сердись? Ау будет сеять хлопок, а тебе нужно сейчас будет научить нас. Один только ты хорошо дело знаешь. О, Ханага, хлопковод знаменитый, он научит. Что ж, Ханага, будешь спорить? Соглашайся. Нет, я не могу. Пропаду без пшеницы, у меня семья большая. А силой будешь меня заставлять, уйду отсюда. Меня не удержишь, уйду в другой аул. Я тебя не отпущу, Ханага, никуда не уйдешь. И хлопок сеять будешь. Заставлю. А он уйдет, его-то я знаю. Закон дуракам не писан. Много ты понимаешь в этом деле, умник. Айна, где ты, дрянь, это твой пол? Пол, пол. Айна! Вот дрянь, девчонка. О, пол, пол. Садак! Эй, Садак! Что тебе? Ты айму не видела? Айна, где-то около мужчин. Такая уж она уродилась. О, Господи. А что ты этим хочешь сказать? Я хочу сказать, что никто твою приемную и только замуж не поделил. Срам какой. Где это видано, чтобы девушка смела сидеть около мужчин? Иди. Что еще? Слушай, зачем я тебе понадобился? Хотел побеседовать с тобой, дорогой друг Дружба такого, как ты Честь для мужчин А любовь такого, как ты Награда для женщин Ты большой человек Ходжок Ты говоришь чистую правду Я и колхоз Организовал Так, 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 ты хозяин В колхозе Я добрый хозяин, цене это В других аулах баев давно ликвидировали Мне стоит Одно слово сказать И ты тоже Тоже полетишь след за ними А может... Какой я байк от Шон Шан Мне уже пора в колхоз вступать Бери и меня, и моих верблюдов И меня, бросья, народ может и примут Разве не ты главный? Буду в колхозе Айна твоя Ой... Клянешься? Клянусь, сын мой Хорошо А Колын я тебя заплачу, не бойся Хорошо, не говори так Я не возьму, Колын Достаточно с меня твоего уважения Сделаю, что хочу и поладим Ах да, ну да Войну получишь, как только запишешь меня Я вас хотела в колхозе Я буду твоей травой рукой Посмотрим Айна твоя КОНЕЦ Ха-ха-ха! Халат! Наверное, обычай знаешь. Уходи! Теперь ты моя невеста. Как ты смеешь? Орел поймал куропатку. Не смей! От храброго джигита девушка не уйдет. Жди! Люди такие, как мы, давно за границей. Мне кажется, нам тоже пора. Я давно говорил, война не выходит из дома этой русской. Пнижки читает грамоте, учится. А теперь эту нечисть стала нам дом приносить. С метю прикрел отец. Жена, а ну позови. Не нужно, ее бить нельзя. Я не стану бить ее. Иди, отец зовет. Ай-на! Отойди поближе, дочка. Отойди ближе! Ты что, оглохла? Это твоя книжка? Да. Читай. Читай! Буквай. Для подробов. Кто тебя учит грамоте? Русская, может быть? Да. Вот как? Но ты же доча Симбая, не так ли? Странно, что с тобой дружит русская. Она мне верит. Подык, Ханя. Кланяйся отцу в ноги, кланяйся в ноги, глупая. Ты, может, уже и в комсомол вступила? Нет. Вступай в комсомол. Я тебе разрешаю. Там или книжки. Книжки тоже можешь читать. А что я еще скажу, дочка? Если тебе хочется идти в колхоз, я тебе даже нам беру, да? Мало одного, двух, да? Подарок от отца. Отца? Валя говорит, что меня могут послать учиться в Ашхабад. А в Ашхабад? Это очень мудро. Я смогу стать кем захочу. Учительницей или врачом. Тогда старика отца не забудь, дочь. Это раньше, когда правил царь, с бедняками делали, что хотели. А теперь при народной власти я сам делаю, что хочу. Можете сеять хлопок. Все равно он не растет без воды. Вы ищете Бог с ним. Слушать он никого не хочет. Тебя не признает. Ты возьми меня. Мы же друзья. Я тебя во всем буду поддерживать. А не врешь? Клянусь Аллахом. Вместе мы сила, мой ум и твое мужество. Посмотрим. Буду ждать. Еду, до свидания. Прощай. Когда расстаются с другом, шесть лет плачут. А когда с народом, всю жизнь. Прощай. Корлы. Непроизноси мое имя. Иди. Не друг ты мне больше. Не друг. Пусть еще.